А Батмаев, он как бы вот, он был вообще очень, видимо, чуткий человек, потому что некоторые вот явления такой общественной жизни, некоторые национальные такие настроения, он чувствовал кожей, потому что он был человек двух культур, а вообще ведь люди двух культур, они очень такие чуткие, они острее воспринимают многое из того, что вот носится в голову. Он был, конечно, человеком гордым, как многие восточные люди, и чувство достоинства у него доминировало. Он не мог, так сказать, переступить через себя и сделать что-то вот, ну, нарушив свои принципы. Он вел себя, как потомок Чингисхана, он был всюду как дома. Чингизиды были защитниками учения Чингисхана. От лам я слышал такие слова. Котящее колесо учения не знает преград. Гора на его пути станет пеной, вода камнем. Из песка пустыни встанут неисчислимые всадники и буря обрушатся на врагов, а потом развеются по ветру, ибо это только песок. В 1893 году Бадмаев получил чин действительного статского советника и тут же попросил об отставке. Его официальная карьера была завершена. Генеральский чин давал определенную свободу действий в реализации личных проектов и гарантировал внимательное отношение к ним при дворе и в министерствах. В это же время министром финансов России становится Сергей Витте, молодой амбициозный чиновник, руководивший политикой России на Дальнем Востоке. Он располагал широчайшими возможностями для раздачи денежных субсидий, предоставления привилегий и назначения на доходные места. Витте прекрасно понимал силу печатного слова. На него работали десятки российских и зарубежных журналистов. Через прессу велись кампании по дискредитации противников министра финансов и продвижении его собственных планов. Отношение Витте к людям всегда было сугубо утилитарным. Как вспоминали современники, Витте часто был весьма категоричен. «Ты чего хочешь?» – спрашивал он. «Помочь мне? Значит, чудеснейший и идеальнейший. Ты намерен помешать мне? Значит, негодяй, вор, тупица и ничтожество». Но поначалу интересы Витте и Бадмаева полностью совпадали. Министр финансов был готов поддержать политические инициативы тибетского лекаря. В 1893 году Бадмаев подал своему крестному отцу, Александр Третий был его крестным отцом, подал докладную записку под таким названием, достаточно оригинальным, «О присоединении к России, Монголии, Китая и Тибета». Александр Третий сделал на этой докладной записке резолюцию. «Все это так странно, ново и необычно, что с трудом верится в возможность успеха». Там, например, такая легенда приводится о том, что одному монгольскому князю Маньчжура отрубили голову на границе с Россией, и он предрек якобы перед смертью, что в какую сторону откатится его голова, на север или на юг. Это означает, что если на север, то Монголия будет принадлежать России, если на юг, то она будет принадлежать Китаю, но, естественно, она откатилась на север. Со своей стороны Сергей Витте рекомендовал Александру Третьему записку Бадмаева как руководство к действию и подтвердил конечную цель – свержение Маньчжурской династии и присоединение к России, Монголии, Тибета и Китая. То есть Витте открыто заявил о грандиозной диверсионной операции. Однако хитрый министр в своем докладе несколько раз подчеркнул, что предприятие должно вестись вне всякой официальности и лишь с некоторой материальной поддержкой. То есть Сергей Витте Бадмаева в целом поддержал, но на всякий случай оставил себе пути к отступлению. Александр Третий отнесся к масштабному проекту своего крестника весьма благосклонно. Бадмаев получил из государственной казны 2 миллиона рублей, необходимых, по его расчетам, для выполнения задачи русской политики на Дальнем Востоке. По тем временам это была астрономическая сумма. И врач-дипломат немедленно начал действовать. В Петербурге он открыл торговый дом Бадмаев и компания. И сразу после этого отправился в Читу, где основал его филиал. Именно он стал главной базой российского проникновения в Монголию, Тибет и Китай. Коммерческие сделки были необходимым прикрытием для подобной деятельности, поскольку за каждым движением русской дипломатии в Азии бдительно следили англичане. Известно, что и в Афганистане, и в Китае англичане стояли практически на границах с Россией. А это было чревато определенными конфликтами. Вот это вот ощущение дряхлеющей маньчжурской династии, это ощущение гиганта, китайского гиганта, который не в силах соответствовать требованиям современного мира, оно было сильным ведь у всех. Немцы туда снаряжали, там же были немецкие колонии, там были русские, японские. Идея вообще продвижения России на Дальний Восток, она в то время носилась в воздухе. Бадмаев это мотивировал тем, что маньчжурская династия дряхлела, что дни ее сочтены. Он оказался прав. И он писал о том, что китайцы абсолютно равнодушны к тому, к какому племени принадлежит династия, которые ими управляют, и они всегда подчиняются любой власти с необыкновенной покорностью. Бадмаев и его агенты активно вели разведывательную деятельность в Китае, готовя вооруженное восстание против маньчжурской династии. Причем Бадмаев делал ставку не на все народы Центральной Азии, а только на бурят и монголов. Наиболее влиятельным из них Бадмаев делал щедрые подарки и давал в полное распоряжение верблюдов, лошадей, оружия и патроны. Он говорил о том, что монголы издавна тяготеют к России. Вообще в мифологии многих европейских и азиатских народов Север – это страна мертвых. Ожидание нового пришествия Чингисхана с севера. И вот в этой монгольской такой вот бытовой мифологии Север, он парадоксально сливался с Россией. Петр Бадмаев никогда не делал ничего просто так. И здесь возникает вопрос, а зачем тибетский врач, пусть даже и очень успешный, так настойчиво стремился включить буддистскую Азию в сферу интересов России? Почему он так последовательно пытался оказывать влияние на ключевые направления внешней политики России? Впрочем, если помнить, что Бадмаев был одним из потомков Чингисхана, то все его действия могли подчиняться реализации глобальной геополитической цели – объединению всех приверженцев так называемой «желтой религии». Сначала под эгидой Цаган-хана, белого царя, именно так называли в Золотой Орде русских правителей. А затем при помощи гигантских ресурсов России восстановить Монгольскую империю от Китая до Урала, от Гималаев до истоков реки Лены. Это был невероятной по дерзости план возрождения империи Чингисхана. Отсюда, из этих степей, не раз выходили силы, которые меняли лицо земли. Так было и так будет. Совсем скоро великий хан Шамбалы, Ригден Джапа, повернет перстень с восьмигранным камнем и появится с севера девятихвостая белая знамя Чингисхана, в местилище его гневной души. Тогда сольются числа Будды 4,8 с числами Чингиса 3,9, и начнется последняя война. Воинство Шамбалы выйдет из недр земли, а авангардом его станут монголы. До логови. До новых встреч.